Итак, дорогие друзья, сегодня мы будем с вами печь ржаной хлеб с этими семечками. Так, здесь один килограмм у меня, вот такая у меня, такая мука. Я сейчас просею, пока не будет есть 500 грамм. Ну вот на фисах осталось 499 грамм, такая погрешность. А здесь тоже должно быть 500 грамм, но вот впервые я увидел, что просеивание дает свои плоды конкретные, да? То есть мука уходит, а наполнитель остается. Посмотрим, что это за наполнитель. То есть, как мы видим, это не что иное, как уже готовые там семечки. Вот сейчас вопрос, засыпать то, что там есть, или использовать то, что я купил. Давайте сделаем компромисс. Это мы сюда засыпем, а это посыпем сверху. Первое, что мы сделаем, это вот 350 миллилитров теплой воды. Ну, сверху сейчас засыпем эту самую муку. Соли я насыпал одну вот такую чайную ложку, ой, столовую ложку. А вот по маслам растительного ни слова здесь нет. Ну, хорошо, давайте сейчас установим печку уже все. Так, в печке мы поставим сейчас первую программу на 3 часа 40 минут. И единственное, что я хочу, как можно поджаристой сделать. Вот, 340, 340 и поджаристой. Ну, больше вроде как и нечего тут делать. Включаем. И потом будет сигнал, когда она начнет к тому, что подниматься. И надо засыпать будет, чтобы сверху прилипли семечки. Семечки. ОК, нажимаем. Вот, закрываем, пусть нам сигналит. Ну, вот она сделала перерыв. Насыпем семечков тут. Пускай она их притрамбует. Посмотрим, что из этого получится. Вообще, надо 60 грамм. Я думаю, на глаз пойдет. Хорошо, оставляем. Теперь вообще не открываем, только через 3 часа. Говорит, пора. Ух ты! Запах, конечно, сильный. Сейчас вытащим. Посмотрим, как это все выглядит. А главное, что это на вкус. А выглядит это вот так. Так. Я тут начну. К сожалению, я не смогу держать и отрезать. Так что, эта часть видео как раз будет ну, не за штатива. То есть, как бы, со всех сторон он такой пропеченный, красивый. Снимаем процесс. Слышите? Так. Остальное ставим остывать. А это мы сейчас попробуем. Так, дорогие друзья, к сожалению, я в рецепте совершил небольшую ошибку и у меня хлеб получился соленоватый. Но с несоленым маслом или супчиком очень вкусный запах настоящего ржунового хлеба. Так что, рекомендую. Помните, что соли чайную ложку, а не столовую. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok